Приветствую друзья, на связи Андрей Жериков. В данном видео мы обсудим то, как Джейн Маккадам, создатель группы пострадавших от компании OneCoin в Фейсбуке, собирается возвращать деньги инвесторов. Джейн Маккадам, гражданка Великобритании, которая написала мемуары о вступлении в компании OneCoin, в которой суммарно она и ее семья потеряли 250 тысяч фунтов стерлингов, со временем создала вот это сообщество на Фейсбуке, которое озаглавлено OneCoin Victim Support and Information Group, то есть сообщество или группа по поддержке жертв OneCoin. И как видим, в данный момент в этой группе состоит уже 3000 человек. И время от времени Джейннифер публикует как раз новости, и в частности вчера она опубликовала следующую новость на английском языке, и я подготовил перевод на русский. Новости по делу жертв OneCoin. Мы связались с одной крупной юридической компанией, которая оказывает юридические услуги мирового уровня, и эта компания очень заинтересована помочь пострадавшим от OneCoin. Мы ведем переговоры с несколькими юридическими компаниями, поэтому жертвы OneCoin скоро могут ожидать объявления. Пострадавшие от OneCoin хотят восстановления справедливости, однако, чтобы это произошло, за нами должна стоять лучшая юридическая компания, который от нашего имени будет бороться за справедливость и за наши деньги, и который готовы взять на себя расходы по международному многомиллиардному делу о мошенничестве, потому что, как жертвы OneCoin, мы не можем позволить себе платить за эти юридические услуги. Очень важно, на данном этапе требуется время, чтобы убедиться, что жертвам OneCoin будет оказана лучшая юридическая помощь от профессионалов, благодаря которым будет восстановлена справедливость, и мы сможем вернуть деньги обратно. Заверяю вас, что мы работаем над этим, не покладая рук. Несмотря на то, что на протяжении последних месяцев мы не публиковали новостей, мы постоянно ведем переговоры с юридическими фирмами, чтобы выбрать лучшую из них и заручиться поддержкой профессиональной команды, когда мы начнем наш поход во имя справедливости и наших денег. Справедливость обязательно будет восстановлена. Некоторые выражают сомнение, что удастся вернуть хотя бы часть средств, но не нужно забывать, что в США идет судебный процесс над несколькими руководителями OneCoin, в частности над юристом Марком Скоттом, который занимался отмыванием денег OneCoin, и спецслужбы США отследили все денежные транзакции, что, куда, с какого счета, на какой переходило. В частности, например, на этом слайде показано, что итоговые транзакции по счетам внутри США насчитывают 36 643 000 долларов, 1 146 000 евро, и также зарубежные счета 309 700 000 евро, 49 884 000 долларов и 10 775 000 фунтов стерлингов. То есть, в принципе, если какая-то часть из этих средств была арестована, а я уверен, что может быть не все, но какая-то часть наверняка была арестована, было арестовано имущество самого Марка Скотта, например, несколько домов и автомобилей и яхт стоимостью в миллионы долларов. То есть, это, в принципе, все вполне может быть реализовано, продано с молотка, и из этого инвесторам выплачена компенсация. Поэтому, собственно, план Дженнифер Макадом вполне реален, именно добиться справедливости и восстановить хоть часть инвестированных средств. А уж как это получится, ну, покажет время. Во всяком случае, Дженнифер, как мы видим, поставила цель именно найти фирму, уважаемую, респектабельную, юридическую фирму, которая поможет в данном деле. И немаловажный момент, фирму, которая готова первоначальные расходы взять на себя, потому что, понятное дело, что услуги хороших профессиональных юристов стоят достаточно дорого, ну, а большинство партнеров OneCoin не в том состоянии, чтобы оплачивать услуги таких высококлассных юристов. То есть, я так понимаю, именно ведутся переговоры о том, чтобы, например, если дело выгорит и удастся действительно вернуть часть средств, что юристы получили вознаграждение именно по факту возврата средств. То есть, юристы возьмут вознаграждение за свои услуги уже из выигранных средств. Но, в любом случае, информация о том, как будет продвигаться дело, скорее всего, будет опубликована в группе на Facebook. Если вы в этой группе еще не состоите, добавляйтесь. Но учитывайте, что группа англоязычная, и если не знаете английского, придется пользоваться Google-переводчиком. Ну, в наше время это не проблема. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.